Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри, как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Ватшоп, заходи и играй. Ватшоп, и друзей приглашай. Лучше, чем ВГ покупать. ИС-6 прямо здесь свой забрать. Заходи скорее. Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на британском среднем танке. Центрион Экшн Икс Бой произошел на карте Тихий Берег. И игрок сразу же отправляется в квадрат С1. Потому что это лучшее место для среднего танка с хорошими УВН. Таковым, конечно, является Центрион. Есть в этом бою две арты у противника. Это, конечно, немножечко опасно. Арта тут хорошо достает. Но, тем не менее, все равно нужно занимать эту точку и как-то побольше двигаться, чтобы арта не попала. Сюда поехал вражеский тяжелый танк Е-75. Честно говоря, я не понимаю, зачем он сюда поехал. Потому что места тут особо нету. Тут еще и арта накидывает. И такой средний танк, как Центрион, спокойно разбирает Е-75. Так что на медленных и тяжелых танках тут делать, конечно же, нечего. Никому не советую сюда ехать на тяжи. Итак, за счет численности получается разобрать последнего противника Т-62. Но внизу вдалеке еще множество врагов, которых нужно уничтожить. Центрион решает не нестись вперед, сломя голову. Да это, в принципе, не нужно. Снаряд все равно гораздо быстрее летит. И можно остаться тут и играть за счет рельефа. И разбирать врагов, которые тут постоянно светятся. В принципе, ДПМ у танка неплохой, конечно, с СТБ не сравнить. Но, тем не менее, тоже вполне добротно. И точность нормальная. Я не знаю, почему жалуются на этот танк. По мне, так он получше, чем ФВ-4202. Естественно, у него нет теперь такой изюминки, там, суперфугасов. Но, тем не менее, есть кумыли, которые гораздо эффективнее и гораздо нужнее. Хотя, я бы лучше бы ФВ-шку просто бы чуть-чуть апнул и добавил бы кумыли. Ну, и фугасы там сделал бы с неплохим пробитием, но не таким, как раньше. Но это мое личное мнение. Итак, продолжает наш герой разбирать противников. Вполне у него это хорошо выходит. Враги сами подставляются и остается тут только точно стрелять. Да и арта почему-то нашего героя никак, в общем-то, не беспокоит. Это удивительно, потому что такой большой танк, как Centrion Action X, уязвим от арты. Хотя, вот, был выстрел арты, но она просто не попала. Светится вдалеке Waffentrager E-100. Наш герой легко его, конечно, пробивает. Абсолютно картонный ПТ-САУ в свете. Со взводами на Т-49 грамотно светил, но вот слился он неграмотно. И теперь без света будет сложнее. Тем не менее, пока еще там противники светятся, можно наносить урон. Вот последний был засвет. Хотя Centrion и сам может подсветить обзор, но добротный и засвечивается ИСУ-152, отправляется в ангар. Подъезжает ближе вражеская ПТ-САУ, Объект 268. Наш герой старается, в общем-то, развести ее на выстрел, но противник демонстрирует неплохую точность. Наносит урон. Ну, а дальше, конечно, нужно его разбирать. Игрок стреляет, наносит ПТ-шке урон, добирает ее, но Объект успел все-таки выстрелить. Хорошо, что спас рикошет. Едет сюда АМХ-50Б, очень опасный враг, конечно, с барабана он сейчас может нашего Центриона очень быстро разобрать. Но вместо этого АМХ-50Б предпочитает встать и перестреливаться с Центрионом. Он там стреляет, не попадает и не наносит никакого урона. Удивительный АМХ. Просто смотришь на него и понимаешь, насколько же люди некоторые не умеют играть на такой имбе, которая могла спокойно тут разобрать этого Центриона в два счета. Будь он там пуп земли, самый лучший игрок в мире, Центрион, в общем-то, везунчик у нас. Смог он разобрать АМХ-50Б без потерь. Ну, потому что АМХ такой попался. Итак, светится тут ИС-7. Естественно, нельзя ни в коем случае перестреливаться с ним с близкой дистанции. Нужно где-нибудь занять точку и расстреливать его в борта и в корму. Что наш герой и делает. Чуть смещается. И уже отсюда, с этой точки, начинает разбирать ИС-7 в корму. Семерка, видимо, сагрилась на ИС-152. Просто как олень поехала на ПТ-шку и Центрион этим воспользовался. Повезло, вражеская арта промазала. Центрион едет сбивать захват. Тут как раз засвечивается Т-34. Не получается его пробить. Игрок заряжает фугас, стреляет и на этот раз наносит небольшой урон противнику. Но все-таки сбивает захват. Когда враг начинает откатываться, пробить его не удается. Тут, конечно, долго стоять нельзя, потому что арта может попасть. Центриона решает поехать в атаку. Тут внезапно засветился ИС-100. Я не знаю, может быть, он афыкашил. Может быть, он уснул или ждал нашего героя, но не среагировал. Ну, точно я не знаю, что там с ним произошло. Получается Т-34 пробить, но она тоже успела нанести урон. Тем не менее, игрок ее добирает и остается забрать артиллерию. К сожалению, неизвестно, где она находится. Она еще ни разу в этом бою не светилась. И приходится ее сейчас искать. Естественно, это риск, потому что если арта где-то в кустах засела, она, вероятно, не сразу засветится и успеет выстрелить. А с количеством ХП нашего героя выжить будет очень сложно. ИС-152 предлагает поехать первый, но игрок решает сам все сделать. Конечно, это риск, но, учитывая, как нашему герою везло весь бой, может быть, и на этот раз удача не отвернется от него. ИС-152 поехала в другую сторону проверять этот периметр. Центуарьевон тут долго ждет чего-то, наверное, побаивается. Ну и в итоге едет он искать арту. Осматривается, ее тут не видно. Но вот все-таки она появляется. И тут, безусловно, везение. Арта выстрелила, но не попала. Ну и тут уже получается ее уничтожить. Это победа. Давайте посмотрим на результат. Итак, медаль Редли Уолтерса, защитник, основной калибр, танки-снайпер и воин. 11 090 урона и 9 фрагов. Ну, в общем-то, очень хороший бой. Надеюсь, он вам понравился, друзья. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok